Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Без протокола». С вами я и ведущий Дмитрий Василец. И сегодня у нас в гостях адвокат Александр Горошинский. Добрый день. Всем известно, что вы ведете дело Беркута, сотрудников спецподразделения Беркут, которые на Майдане защищали суверенитет и выполняли приказы, те, которые отдавали их руководящие люди. И вот давайте просто разберемся, что же на самом деле произошло после Майдана, потому что после Майдана мы видели абсолютно какой-то непонятный такой процесс над этими сотрудниками. Причем там не брали каких-то там суперверхних чиновников, там топ-а, именно брали почему-то рядовых сотрудников. И вот расскажите, вот сколько в деле, например, было заявлено свидетелей стороной обвинения, для понимания? Добрый день еще раз. Действительно, я представляю интересы бывших сотрудников спецподразделения Беркут. В частности, Павла Броскина и Александра Маринченко, которых обвиняют в так называемых расстрелях Майдана, активистов Майдана и так далее. Представляю интересы сотрудников Беркут фактически с 3 апреля 2014 года, то есть с первого дня, когда ребята были задержаны. Ну и фактически владею информацией, работаю с материалами дела с первых дней. Следует обратить внимание, вот вы задали вопрос, сколько заявлено стороной обвинения свидетелей. Ну необходимо сказать о том, что, во-первых, ребят было задержали 3 апреля 2014 года фактически под заявление, заявление под обращение тогда генерального прокурора Магнитского, который заявил о том, что якобы на тот период времени установлены лица, которые применяли оружие. И им об этом уже известно. Несмотря на то, что по большому счету ребята еще даже не допрашивали как свидетелей. То есть под заявление, политическое заявление генерального прокурора, ребята были задержаны, не имея на руках, то есть генеральная прокурора не имела на руках вообще никаких материалов следствия. То есть вот так в чистую задержали, под политическое заявление. События 2014, 2015, 2016 года вы помните, да, когда активисты бродячие, когда радикально настроенные гражданские лица, фактически суды брали штурмом, фактически оказывали давление физическое, психологическое и какое-либо другое, и на судей, и на следствия, и на адвокатов, и назначали самостоятельно, кто право, кто не виноват, и так далее. Естественно, в таких условиях приходилось работать, и именно в таких условиях эти активисты диктовали органу следствия, следователям, как необходимо работать, и так далее. Я так понимаю, следствия, прокуратура тоже не были против такой постановки вопроса, потому что это же элементарно силовикам навести порядок с этими бродячими активистами, потому что, ну, это же нарушил закон в тюрьму, но они просто этого целенаправленно не делали. Давайте начнем с того, что даже департамент управления, департамент управления спецрасследованием, генеральная прокуратура Украины, было создано конкретно под расследование, так называемое, дел Майдана, с конкретными задачами. У нас есть абсолютная, стопроцентная уверенность и основания утверждать о том, что департамент управления спецрасследований фальсифицировал дела, фактически назначал виновных бывших сотрудников милиции, при этом укрывал факты расстрелов сотрудников милиции. Я просто приведу вам пример для статистики, она сама со себя говорит, что за период с 18, 19, 20 февраля 2014 года среди сотрудников милиции 227 человек получили огнестрельные ранения. Из которых 227 человек получили огнестрельные ранения. Причем эти ранения были как и из охотничьего оружия, нарезного оружия, краткоствольного оружия и так далее. Большое количество сотрудников милиции погибли от огнестрельных ранений. Более того, генеральная прокуратура была абсолютно четкой. Еще в 2017-2016 году известно, кто это делал. В частности, недавно в средствах массовой информации появились кадры видеодопроса, в частности, подозреваемого Липового, который неоднозначно указывает о том, что среди прочего существовала так называемая группа Поросюка, которая фактически за период с 5.30 утра 20 февраля взяли оружие и начали расстреливать сотрудников милиции. Этот подозреваемый четко рассказывает, как он принес свой собственный карабин, охотничий карабин «Сайга», обращая внимание, что его калибр 7,62х39, то есть это переделанный фактически автомат Калашникова. Он принес порядка 60 патронов, которые были выстрелены потом сотрудникам милиции. Ну и так далее. То есть он дает полный расклад, для чего это делалось, с какой целью и кто, что самое главное, убивал сотрудников милиции. Но вместе с тем... Вместе с тем мы Поросюка увидели вверху на радио народного депутата. И никаких расследований в отношении ни его, ни его отца не было произведено. Потом, отвечая на ваш вопрос, о какое состояние материала уголовного дела, на этот счет необходимо обратить ваше внимание на очень красочные, на мой взгляд, обстоятельства и факт. Ну, генеральный прокурор Луценко, к примеру, который занимал достаточно много времени пост генерального прокурора, который непосредственно сам лично 18 февраля 2014 года призывал со сцены Майдана, призывал активистов брать оружие и расстреливать сотрудников милиции. Более того, об этом тот же Поросюк, народный депутат, о котором мы уже вспоминали, официально на радио Свободы заявил, когда рассматривалось судебное заседание в отношении стрелка Абубенчика, Ивана Абубенчика, который публично рассказал, что он убивал сотрудников милиции. Так вот, когда рассматривалось судебное заседание, меры пресечения по этому Абубенчику, то Поросюк на радио Свободы лично заявил о том, что Луценко призывал людей брать оружие и убивать сотрудников милиции, а сейчас он якобы занял Луценко непонятную позицию. Именно в этот же день, после заявления Поросюка, генеральный прокурор Луценко меняет группу прокуроров в уголовном производстве, которое расследовало факты убийств сотрудников милиции, ставит своего зама, Анжелу Стрижевскую, которая, в свою очередь, отзывает подозрения Абубенчику. Это та самая Стрижевская, которая блокировала дело об убийстве гражданина Стерненко в Одессе человека. Есть много у нее, в том числе, да. То есть, получается, самая зашкваренная такая, получается, прокурорская... Более того, это та самая, которая все время фактически занималась тем, что совершала давление на защиту сотрудников милиции. В частности, дела уголовные возбуждало. По мне возбуждало уголовное дело. А, против вас за то, что вы защищали Берку, то еще возбудили уголовное дело? Естественно, да. И не только по мне, и в отношении моих коллег, и по факту того, что я представлял интересы в суде своих клиентов, ну и так далее, и тому подобное. То есть, я к чему это веду? К веду к тому, что вот в таких условиях материалы уголовного дела, естественно, есть ничем иным, как фальсификации. Потому что генеральный прокурор, который, по большому счету, рулит всей ситуацией, может в любое дело поменять группу прокуроров, дать какие-то поручения, организовать фальсификацию дел и так далее, и тому подобное, он сам был выгодоприобретателем Майдана. Естественно, поскольку у него был стопроцентный конфликт интересов генерального прокурора, он фактически под его руководством фальсифицировались материалы по сотрудникам Берку. Причем это не только по событиям 20 февраля 2014 года, это события всего периода Майдана, потому что людей, бывших сотрудников милиции, не только Беркут, преследуют большое количество. И за весь период времени, начиная с ноября 2013 года, заканчивая февралем 2014 года. А вот скажите мне, я думаю, что тоже интересно понять, как можно расследовать, например, расстрел на Майдане и кого-либо, если, получается, есть закон, который запрещает генеральной прокуратуре расследовать дела против людей, которые стреляли и в сотрудников Беркута. Я так понимаю, если, например, это не сотрудники Беркута, то даже если протестующие стреляли в других протестующих, даже это рассматривать, получается, нельзя. И это, получается, подпадает под амнистию. Как, в принципе, можно было расследовать это дело? Абсолютно точно. Но, действительно, существует и на сегодняшний день действует закон 21 февраля 2014 года. А Зеленского нет инициативы, чтобы его отменить? К сожалению, нет такой инициативы. Действительно, статья 9 данного закона, который называется «О недопущении уголовного преследования участников акции протеста». Этим законом запрещено расследовать факты убийств сотрудников милиции, факты нападения, совершения государственной измены и так далее. То есть целый ряд статей Уголовного кодекса подпадает под так называемую амнистию. Первое, что этим законом фактически установлено, юридически при юридиции установлено, что у активистов и Майдан был вооружен, потому что там четко сказано, что люди, которые были участниками акции протеста, освобождаются от уголовной ответственности по фактам применения огнестрельного оружия. То есть факт, что они были вооружены и убивали сотрудников милиции, установлен в том числе и на уровне законодательном. Первое. Второе, действительно, прикрываясь этим законом, органы прокуратуры фактически не расследовали факты убийств сотрудников милиции, опускали этот вопрос и блокировали. Мало того, если я не ошибаюсь, там даже есть норма закона, что если там в прокуратуру поступили доказательства... Они подлежат уничтожению. Да, то есть это как бы отсутствие. Интересно получается. Я обращаю ваше внимание, что на мой взгляд, я об этом постоянно говорил и говорю, что в отношении организаторов массовых расстрелов, так называемых лидеров Майдана, я считаю, что данный закон на них не распространяется. Объясню почему. Потому что организаторы применения огнестрельного оружия на Майдане, они расстреливали не только и организаторы, и исполнители. Они расстреливали не только сотрудников милиции, но и самих активистов. А если это так, значит на них не распространяются действия данного закона, и по ним необходимо проводить необходимое оперативно-следственное действие. И генеральная прокуратура, понимая это, все равно в отношении активистов Майдана, организаторов массовых беспорядков, вооруженных массовых беспорядков, они не расследуют. Но вы обратите внимание вообще на поведение прокуроров генеральной прокуратуры в процессе. Каждый из нас может в свободном доступе получить доступ и посмотреть уголовное рассмотрение судебного производства по сотрудникам Беркут, которые слушаются в Святошинском суде. И вы увидите, что фактически прокуроры оправдывают людей, то есть они оправдывают, отстаивают их интересы, людей, которые расстреливали сотрудников милиции. Обращаю ваше внимание, что именно среди сотрудников милиции первые были жертвы от огнестрельных ранений. Сначала начали расстреливать сотрудников милиции, а потом начали погибать и участники акции протеста. Но обратите внимание, что среди потерпевших людей, гражданских лист, очень много получили сквозных ранений. Что это значит? Это значит о том, что невозможно на сегодняшний день установить, из какого вида и типа оружия они были убиты. А это значит о том, что, зная о том, что и в гостинице Украины, и в консерватории, и на баррикадах, которые были подконтрольны активистам, находились стрелки, находились с оружием, снайперскими винтовками, охотничьими карабинами, сильным боем и так далее. Зная о том, что эти люди получали ранения и в спины, и с траектории, и с направлений гостиницы Украины. Абсолютно точно. Мы для себя четко понимаем, что вот те стрелки, которые расстреливали милиционеров, они также стреляли и в гражданских лиц. Для чего они эти делали? Задаемся вопросом. Для чего нужно было стрелять и в одну, и в другую сторону? Не установленным стрелкам. А некоторые, в принципе, установлены. Но сам же Липовой, вот этот обвиняемый, подозреваемый Липовой, который из группы Поросюка, он говорит о том, что они знали прекрасно, что 21 февраля 2014 года будет подписано соглашение между властью в лице Януковича и оппозиции. И вместе с гарантами представителей Франции, Германии и Польши будет подписано соглашение, согласно которому Майдан должен был, в общем-то, разойтись и так далее. Поэтому 20 февраля, накануне подписания данного соглашения, произошли массовые расстрелы с конкретной целью, чтобы либо первое, а, не было подписано это соглашение, а второе, если оно будет подписано, оно не было исполнено. Как мы уже видим, оглядываясь на историю, им получилось это сделать. То есть факты расстрелов одной и второй стороны привели к тому, что уже, по сути, была точка невозврата. Ну и со всеми вытекающими последствиями. А еще такой вопрос, ну с учетом опять же того, что дело идет уже не один год, и мы видим, как слушаются какие-то свидетели, активисты и так далее, и заседания не проходят очень часто. Фактически, получается, вот сотрудники Беркута провели некоторые в тюрьме 5-6 лет. Вот с учетом того, что они находились в следственном изоляторе во время действия закона Савченко, он на них тоже распространяется, потому что закон обратной силы не имеет. Фактически эти люди 12 лет уже отсидели. А у нас по законодательству 15 лет максимальный срок, в принципе, который дают по криминальному кодексу. То есть, и даже нет еще приговора первой инстанции, а есть еще вторая инстанция, есть касация, есть еще перерассмотрение дела. То есть, фактически, они что, там вечно должны сидеть, чтобы получить хоть какой-то вердикт? Вы абсолютно правильно обратили внимание. Дело в том, что эти люди, бывшие сотрудники Беркута, действительно уже по 6 лет находились под стражей. Фактически, по закону Савченко, о котором мы вспомнили, фактически они отбыли наказание, будем так говорить. Если обращаться к практике Европейского суда по правам человека, то по большому счету данная уже приравнивается. Их вина не доказана на сегодняшний день, но люди фактически отбывали наказание. И, естественно, в таких условиях людей необходимо было менять меру пресечения, отпускать. И уже в режиме судебных разбирательств они могли и имели возможность доказывать свою невиновность. Но мы знаем о том, что фактически изменение меры пресечения произошло. То есть, 28 декабря 2019 года в апелляционном суде была изменена мера пресечения ребятам, и они были отпущены из-под стражи. Естественно, в такой порядок вещей за 6 лет власть, которая пришла на крови Майдана, которая фактически на событиях Майдана уселась в кресло провластное, не смогла доказать их вину за 6 лет. Естественно, это говорит о том, что доказательств нет и быть не может. Ввиду того, что является очевидным, что в феврале 2014 года произошел фактически государственный переворот путем организации массовых расстрелов людей, массовых вооруженных беспорядков. Я бы их так квалифицировал. Более того, вы же не забывайте, что 18 февраля, накануне этих расстрелов в Западной Украине, активистами были захвачены воинские части и управление МВД, где было захвачено оружие, я вам скажу официальные цифры, 1625 единиц боевого оружия было захвачено в воинских частях активистами. 30 килограмм взрывчатки, 6200 боеприпасов к этому оружию. Это все оружие прибыло на Майдан и в последующем использовалось, естественно, против сотрудников милиции. Вот эти все цифры, которых я вам привожу, это официальные цифры, которые были предоставлены по запросу суда и есть материалами уголовного дела. Следующие цифры я вам привожу. Вследствие осмотра по поручению суда спецтранспортоводометы, которые находились на Майдане 20 февраля 2014 года, было установлено на одном водомете 54 огнестрельных повреждений. Что это значит? Это значит о том, что... Это же не дробью стреляли, именно с резным оружием. Стреляли и дробью, стреляли и нарезным оружием. Но мы в этих водометах во время осмотра извлекали пули. То есть есть пули, которые были извлечены из обшивки водомета, и они были переданы на экспертизу, естественно. Но учитывая то, что всеми экспертными вопросами занимаются... Эти же пули передаются органу досудебного следствия, генеральной прокуратуре. И генеральная прокуратура уже там занимается экспертными всеми этими процедурами. Поручает провести в экспертном учреждении, дает доказательства, всю процедуру исполняет. Естественно, мы доступа никакого не имеем. И что там происходит, как происходит, об этом все молчат. Более того, мне непосредственно бывшие сотрудники Беркут передавали изъятые из обшивки водометов несколько единиц пуль, которые передал, естественно, в генеральную прокуратуру для проведения баллистической экспертизы. Мы сначала сами провели эту экспертизу своими силами. Были установлены, что да, действительно это пули, да, действительно это... Потом, естественно, для того, чтобы эти пули идентифицировать вместе с оружием, то только орган досудебного следствия это может сделать. Мы их передали, эти пули, и так ничего неизвестно. Куда-то исчезли. Куда-то исчезли. Видимо, по закону их уничтожили. На этот вопрос ответа пока на сегодняшний день нет. Потом, я представляю интересы потерпевших сотрудников милиции, в частности, маму убитого сотрудника спецподразделения Беркут Николая Семисюка, которого убили 20 февраля 2014 года на Майдане. Был он убит из охотничьего ружья 12-го калибра. Путем анализа видеозаписей из открытых источников мы установили лицо, кто это сделал. То есть мы видим момент выстрела и фактически видим, кто это делает. Эти материалы в 2017 году были переданы в Генеральную прокуратуру с детальным анализом и, естественно, спросительной частью в адресе Генеральной прокуратуры установить личность данного стрелка. Ну и что вы думаете? На протяжении многих лет Генеральная прокуратура нам отписывалась о том, что они якобы занимаются следствием, но ничего не происходит. То есть ничего не происходило. И только после того, когда случайно в средствах массовой информации появился допрос этого, опять-таки, липового подозреваемого из группы Парасюка, оказывается, что с 2017 года Генеральная прокуратура точно знала, кто стрелок, кто убил Николая Семисюка, и даже не уведомила об этом маму погибшего сотрудника. А дела по нему идут? Нет, конечно. А почему? Конечно же нет. Ну, потому что нету воли такой. То есть до сих пор нету воли? Конечно. Потому что управление Генеральной прокуратуры, которое расследует дела Майтана, занималось не что иным, как фальсификацией. Мы об этом говорили на начале нашего разговора. А вот если мы разберемся, вот процесс обменов. Я про процесс обмена знаю не понаслышке, потому что меня тоже регулярно сотрудники СБУ хотели сбагрить на обмен с учетом фабрикации дела. И вот через 3-4 месяца, вот каждые 3-4 месяца приходил прокурор, либо передавал приветы через адвокатов или через сотрудников СБУ, которые приходили в СИЗО, и говорили, ну что, ты же понимаешь, что ты не выйдешь на свободу, поэтому давай едь на обмен. И так далее. С учетом того, что получается, меня по статье терроризм судить пытались, и получается, что сотрудников Беркут взяли и сдали на обмен. Некоторых. В чем смысл? Ведь можно было им просто изменить меру пресечения, там на домашний арест или ночной домашний арест, и спокойно себе рассматривать до конца дело. Я опять же так же понимаю, что если они были в списке на обмен, то потенциально судьи, ну в теории, конечно, они не могли априори освободить этих людей на какую-то другую меру пресечения, потому что они якобы в списке обмена. И это получается уже, мы уже понимаем, что вот эти 5-6 лет судьи, они были ангажированы. То есть они как бы нарушили, что ли, вот все, что можно было нарушить судье в мантии, который выполняет право судья. И мы понимаем, что тогда получается, за счетом того, что они были в списках обмена, их специально, я так понимаю, по какой-то причине меняли, а сейчас это сделали. Вот в чем смысл? Чтобы сказать о том, что это все организовал Путин на Майдане? Ну как-то так получается. Тут, скажем, начну сначала. Действительно, мы как страна защиты, мы и подзащитные, официальную информацию об обмене их, о том, что они попали в список обмена, мы эту информацию получили фактически перед самым рассмотрением, ну в момент даже, можно сказать, рассмотрения нашего, нашей апелляционной жалобы в апелляционном суде об изменении меры пресечения. Когда мы это узнали? Мы узнали, когда сотрудники Генеральной прокуратуры в суд подали постановление Рябошапки Генерального прокурора об изменении группы прокурора в связи с тем, что наши подзащитные попали в список обмена. Потом, мы все видели публично, это детально освещало средства массовой информации, что наши подзащитные и издания СИЗО, и издания Киевского апелляционного суда фактически покидали это здание под принуждением, под контролем государства. То есть, попросту говоря, под конвоем. Поэтому... То есть, ОБСЕ не фиксировало добровольное согласие? Абсолютно точно. То есть, их фактически... Просто, в моем случае, вот, ОБСЕ нужно было зафиксировать мое добровольное согласие. И именно это стало причиной, почему меня с мешком на голове не вывезли. Но в данном случае, что касается моих подзащитных, еще раз говорю, что в день рассмотрения апелляционной жалобы мы только узнали о... увидели официальные документы о том, что они подпадают под обмен. Потом, в последующем, после того, когда была изменена мера пресечения, их фактически под принуждением они были сопровождены на пункт разграничения. Для чего я это говорю? Я это говорю о том, что по большому-то счету, если бы этот обмен не произошел, именно сотрудникам УБЕРКУ, то, на моем убеждении, в принципе, обмен мог бы сорваться. Поэтому я к чему это веду? К тому, что ребят особо никто и не спрашивал. Их воли на этот счет. Это первое. Второе. Тот, отвечая на ваш вопрос, что для чего это делалось, почему суды ранее не меняли меру пресечения. Но в нашей ситуации Святошинский суд двоим сотрудниками милиции поменял меру пресечения. Два человека находились под домашним арестом. Но для нас была непонятна ситуация. И, естественно, мы это обжаловали. Почему остальные находятся под стражей, учитывая то, что они уже фактически 12 лет, как мы уже говорили, отбыли наказание. Учитывая то, что мы на сегодняшний день исследовали абсолютно все материалы и доказательства стороны обвинения. И практически завершили изучение материалов стороны защиты. Учитывая то, что мы находимся по сути в процессе на финишной прямой, у суда было все возможности освободить всех из под стражей. И я уверен бы, что при таком раскладе, при такой ситуации, мы бы продолжили в спокойном режиме слушать дело. Но имеем то, что имеем. Моих подзащитных внесли в списки. Ну и фактически произошло. Так и получается, интересная ситуация. Но ведь для половины граждан Украины, если не больше половины, то сотрудники Беркут, это герои, которые пострадали от власти Порошенко. И, к сожалению, продолжили уже при Зеленском. И вот такой обмен ставит Украину в совсем невыгодное положение, когда фактически людей, которые никак не причастны к неподконтрольным территориям, фактически взяли и туда отдали. К большому сожалению, много. Это вообще как? К большому сожалению, да. Получается, что часть населения Украины теперь понимает, что представители неподконтрольных территорий тогда имеют больше справедливости, чем наши украинские суды? Дело в том, что много действий предыдущей власти, сегодняшней власти, очень тяжело оценить с точки зрения здравого смысла, логики и закона. Поэтому их очень тяжело комментировать. Но является одним, единственным фактом, тот, который неоспоримый, что если бы власть поставила себе за задачу получить ответы на вопрос, что произошло на Майдане, то она должна была поступить, два выхода было. Первое. Либо судить всех, и активистов, и сотрудников милиции, и устанавливать, кто за что отвечает. Либо освобождать всех от ответственности. Так, как это было сделано, допустим, с активистов в феврале 2014 года. И только в таких условиях, на мой взгляд, мы бы могли получить консенсус, примирение какое-то в социальном, в обществе. Вот то, о чем вы говорите. А вот еще следующий вопрос. Вот, кстати, вот недавно заявил, что авторитетный уважаемый юрист Андрей Портнов в Довосе выяснил, оказывается, что следователям и прокурорам дела Майдана доплачивал фонд возрождения. Я, да, абсолютно допускаю. Это как вообще? Ну, это нормально, когда вот нашим украинским там прокурорам и следователям доплачивают какая-то заграничная контора для того, чтобы что? Ну, это, конечно же, не просто нонсенс, это по большому счету коррупция, будем прямо говорить. Если такая информация существует, естественно, ей нужно давать процессуальную плоскость и расследовать. Потому что, скажем так, процессуальное поведение прокуроров и следователей в процессе по событиям Майдана, оно явно выражено необъективно. Оно явно промайдановское. Оно явно одностороннее. И, естественно, дыма без огня не бывает, как говорят. Поэтому эти факты надо проверять. Но то, что в процессе следствия финансировались иностранными организациями те или иные мероприятия оперативно-следственные, это факт. Эти факты уже подтверждены, но они просто подлежат определенной оценке. Ну, в частности, нами было установлено, что потерпевшей стороной в дело были предоставлены документы, которые были сделаны в Соединенных Штатах. Мы когда узнали цену изготовления этого документа, мы просто обратились в ту же организацию с аналогичной просьбой «Давайте проведем». И когда нам выкатили цену, мы были, мягко говоря, удивлены, кто это проплачивает. Ну и потом, сам лично генеральный прокурор Луценко занимался вместе с Гройсманом, тогда на уровне Кабмина, они занимались поиском денежных средств, 6,5 миллионов гривен, для закупки оборудования, для проведения экспертиз по нашему делу. Как вы считаете, люди, которые, экспертное учреждение, которое перед тем, как зашли материалы на экспертизу по нам, полностью были поменены специалисты все, эксперты, то есть вся группа экспертов была поменена, имеется в виду в штатном расписании. Им покупалось дорогостоящее оборудование, этим непосредственно занимался генеральный прокурор, который занимался лично фальсификацией дела и является выгодоприобретателем Майдана, как я уже говорил. То какие экспертизы мы могли там получить? Эта экспертиза, между прочим, на сегодняшний день еще продолжает проводиться. а вот там история такая была, что сначала была одна баллистическая экспертиза, потом она со временем поменялась. Я вам скажу по поводу баллистической экспертизы. Потом получается, что была экспертиза, потом ее несколько раз поменяли и фактически с минуса на плюс. 54 баллистические экспертизы свидетельствуют абсолютно в пользу моих подзащитных. Они ничего не установили. И только после того, когда, перед тем, точнее, когда прокуратура решила отправить дело в суд, они начали в попихах за одну неделю провели еще две экспертизы, которые, по сути, произошли фальсификацией. Почему? Фальсификация противоречит тем, 54 баллистические экспертизы. То, что она противоречит, это раз, а то, что, согласно этим экспертизам, в двум, были случаи, когда одну пулю, допустим, эксперты определяли двум стволам. Ну, можно ли пулю одну выпустить из двух стволов? Конечно же, нет. Когда мы эту ситуацию подняли, когда мы всю эту ситуацию подняли в суде, показали, написали заявление о правоохранительные органы по факции фальсификации этих экспертных экспертиз, то, естественно, суду ничего не оставалось делать, как назначить свою экспертизу, которая на сегодняшний день продолжает изготовляться. Понятно. Еще последний вопрос. Вот у нас, получается, вот есть официальная информация, что партия «Голос» поддержала на роль члена комиссии по отбору руководства ДБР некого адвоката Майдана, так называемую Евгению Закревскую. Какая роль данного персонажа, в каком-то деле? Ну, во-первых, этот человек, естественно, первое, что нужно сказать, Евгения Закревская была непосредственным активистом, по ней лично принимались, лично по ней принимались судебные решения о запрете принимать участие в тех массовых беспорядках. Евгения является человеком, которая, ну, фактически занимается, она там имеет больше веса, скажем прямо, чем Горбатюк даже в своем управлении. Она там решала, она решала, какие следственные мероприятия им проводить, как проводить и на каких условиях. Это это факт, это уже установлено, потому что мы проводили много следственных действий совместно, и мы видели, как это происходит. Более того, все материалы, которые незаконно были добыты в совершенно других каких-то левых уголовных производствах, о которых мы не знаем, Генеральная прокуратура через именно Евгению Закревскую пытается их заводить в наше дело. А еще что-то, конфликт интересов? И безусловно, что конфликт интересов, и безусловно, что это влечет за собой правовые последствия. Но я не имею права, как адвокат по правилам этики негативно высказываться или как-то высказываться в адрес, давать оценку моим коллегам. Для этого есть компетентные структуры, органы адвокатского совправления. Это не моя компетенция. Но то, что она является, у нее есть конфликт интересов, она не может выполнять функции контроля за органом досудебного следствия, который расследует дела Майдана. Это факт. Но с ваших слов, я насколько понял, все-таки через нее, вот именно через эту адвокатшу Майдана проходили заграничных фондов доплаты и прокурору. Это логично предположить. Я такого не могу утверждать, потому что, если я буду утвердить, я таких материалов как бы не видел. Я не могу безапелляционно утверждать о таких фактах. Вы сами можете проверить всю информацию путем анализа публичных документов. Спасибо вам большое за ваши ответы. Я думаю, что это не последняя далеко программа, куда мы вас пригласим, чтобы более детально разобраться в этом деле. А нашим зрителям я хотел бы обратиться и сказать о том, что смотрите программу «Без протокола» в эфире телеканала КРТ. Не переключайтесь, впереди еще много интересного. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин